Друзья, всем привет! С вами Надя. Я очень рада вас видеть у нас на канале. Сегодняшнее видео будет, наверное, очень интересно тем людям, которые сейчас находятся в размышлениях, участвовать в Green Card Lotterie или нет. Участие, регистрация началась 3 октября и закончится 6 ноября. Но прежде чем я начну рассказывать о некоторых фактах об этой Green Card Lotterie, я бы хотела сказать тем людям, которые регистрируются просто так, которые не особо-то и думают, что они будут жить в Америке, просто рассчитывают, что если они получат Green Card, неплохой бонус, поехать попутешествовать, посмотреть Америку. Так вот, я бы советовала заполнять эту Green Card Lotterie, регистрироваться. Только тем людям, которые, вот, я хочу жить в Америке, я вижу себя там, мне, ну, вот, мне там нравится. То есть, вы вот смотрите других блогеров, вы видите, какой здесь уровень жизни, как здесь меняется жизнь. Кому-то здесь нравится, кому-то нет. Вот лично мне, когда я первые 2 года здесь жила, в Массачусетсе, мне не нравилось. А сейчас мне уже нравится, и я вижу жизнь своих детей, своей семьи здесь. Вот. Поэтому, прежде всего, подумайте. Вы хотите приехать чисто как турист или вы хотите здесь жить? Вы видите свое будущее, вы видите, как вы здесь работаете. То есть, видите эту картинку. Если да, то вперед и удачи. Если нет, то я хотела бы кое-что о чем предупредить. То есть, я заметила такую тенденцию, где-то, наверное, в июне, в июле уже, опросив определенное количество людей, которые выиграли грин-карту, которые здесь живут, или которые играют и даже отказывают в туристических визах. Так вот, я сама одна из таких. Я участвовала когда-то 3 года в этой грин-карт-лотерее. Кстати, не тогда, хотелось очень, хотелось выиграть, вот, но я ее не выиграла. Так вот, мне отказывали в туристической визе. Почему? Потому что ваши фамилии уже в их базе, и они видели, что вы хотите приехать сюда жить. То есть, если вы подаете на туристическую визу, то значит, вы потом все равно останетесь. Поэтому чаще всего потом отказы в туристических визах. И вы можете остаться просто ни с чем. И грин-карту не выиграть, и потом вам не откроют туристическую визу. Поэтому будьте осторожны, и если вы хотите действительно переехать, то заполняйте. Если нет, и хотите просто сюда приехать посмотреть, то действительно пробуйте себя уже в туристических визах. И лучше всего пробовать в начале года, когда больше всего квот на получение этих виз. Январь-февраль. Следующее, что я хотела бы сказать, то, что у каждого шансы неравны. То есть, говорят обычно, да, там 50 тысяч выигрывают по всему миру, и все. Да, это так. Вначале компьютер, правда, отбирает около 100 тысяч, а потом автоматически отсеивает, и остается где-то 50 тысяч. Плюс, вы знаете, что люди, после того, как получают грин-карту, у них еще несколько путей. Вы должны пройти медкомиссию, вы должны пройти интервью консула. То есть, очень-очень много всего. Поэтому, если вы серьезно хотите переехать, то еще раз, удачи. Если нет, она вам не надо. Так, на чем я остановилась? По поводу выигрыша 50 тысяч. И я хотела... Вот, выигрывают всего 50 тысяч. И участвуют те страны, в которые за последние 5 лет в Америку эмигрировало менее 50 тысяч. То есть, если за последние 5 лет из этой страны эмигрировало больше 50 тысяч, то эта страна автоматически не участвует в грин-карт-лотерее. Потом, в каждой стране разный процент выигрыша. То есть, человеку, живущему в Украине, где-то в раз в 5 тяжелее выиграть грин-карту, чем тот, который живет в Казахстане или в России. Потому что, по статистическим данным, процентное соотношение людей, которые участвовали в грин-карт-лотерее, и которые выиграли в Украине, всего лишь 0,3%. Если брать Казахстан, то это где-то 1,7%, в России где-то 1,56%, то есть, намного больше шансов. Поэтому, вы уже, конечно, ничего не можете сделать. Еще один такой вот совет, который я бы хотела сказать, что, я не знаю, вы уже знаете об этом или нет, вы можете удвоить свои шансы, выигравшие грин-карты, если вы замужем или женаты официально. То есть, вы можете подать на эту лотерею от своего имени указать жену, и жена может подать участие от своего имени и указать мужа. В принципе, все. Меня уже зовет мой ребенок. Мне поступает очень много вопросов, и я просто не в состоянии ответить на них все вот каждый день, да, вот по 5 человек пишет. Поэтому я решила... Беллочка, иди сюда, мама тут! Поэтому я решила проводить один раз в неделю прямые эфиры, где мы сможем с вами разбирать некоторые вопросы. Я буду заходить на 5-10 минут. Только я не могу определиться со временем. Лучше заходить в пятницу утром или в субботу утром. То есть, это будет у вас вечер, если... Да, минус 11 часов. Моя хорошая, иди ко мне, иди, мой ребенок ко мне пришел. В общем, пишите в комментариях. До новых встреч. Пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok